Янка Купала, Якуб Колос, Иван Шамякин и Владимир Короткевич, Иван Мелиш и Василий Быков. Список известных советских и белорусских авторов довольно обширен. А знаем ли мы современных? Не всех и немного. А потому в последнее время немало говорится о популяризации и распространении белорусского авторства. В этом контексте в Брестской областной библиотеке имени Горького прошла презентация сборника повести «Дарование» современных белорусских писателей. Данная встреча проходит в рамках культурно-просветительского проекта «Через книгу к миру и созиданию». Самый большой блок в этом проекте – это белорусский блок. На протяжении года проходит точно так же презентация новых книг белорусских авторов. В первую очередь писателей, членов Брестского отделения Союза писателей Беларуси. Проходят творческие вечера, посвященные их юбилейным датам. Не так давно проходил творческий вечер Натальи Кондрашук, кобринская писательница в стенах библиотеки. Это было Ирина Борисовна Морих в детском отделе областной библиотеки. Презентация книг брестских авторов и многое другое. Сегодняшнее мероприятие – это презентация современного сборника белорусской литературы. «Дарование» – первый сборник книгоиздательского проекта Союза писателей Беларуси и издательства «Аверсеф» под общим названием «Современная белорусская литература». В серии запланировано 12 книг, отражающих многоплановый характер современной национальной художественной литературы. В эту книгу, которая вышла в серии «Современная белорусская литература», вошли о поясе письменников, которые сегодня работают в белорусской литературы. Творы на белорусской и русской мове в зависимости от того, на какой мове пишет и работает автор. Это творы, присвеченные сущасности. Там есть и сегодняшний взгляд на войну, и сегодняшний взгляд на относины между мужчинами и женщинами. И в уголе творы, которые рассказывают про относины человека, участия и просторы. Этот проект — это проект совместный Союза писателей Беларуси и самого издательства, направлен на популяризацию современной белорусской литературы. И создавая вот эту серию, мы хотим, чтобы как можно больше читателей, людей познакомились с современной белорусской литературой. Но в то же время идея этой серии — не только показать современный белорусский литературный канон, но и многообразие белорусской литературы, но и познакомить с произведениями, знаковыми произведениями, художниками, нашими современниками. Потому что каждая из серий книг, она оформлена тем либо иным произведением с коллекцией Национального художественного музея. Первая книга серии «Дарование» посвящена современной повести. Одним из авторов сборника является брестский писатель Анатолий Бензирук, который также присутствовал на презентации и рассказал о главной мысли, которую он вложил в свое произведение. Она была непростая и житевая. Треба шукать человека, какие тебе близкие, родные. И всеми силами триматься за то, как он не отдалился от себя, потому что счастье может быть только у двоих. Ну и добро, когда будет еще и протяг от этих двоих, от горинования. Что важно для автора? Востребованность его книг — читаемость. А задача каждого библиотекаря — стать активным проводником между творчеством писателя и читателем. Поэтому основной деятельностью современных библиотек является пропаганда белорусского литературного наследия в хорошем смысле слова. А главная задача состоит в том, чтобы произведения белорусских писателей, как современных, так и литературных метров, не пребывали в забвении у молодых людей. Для этого необходимо две составляющие. Одна составляющая, наверное, самая важная, чтобы появлялись книги современных белорусских авторов, хорошо переизданная классика белорусские произведения, для того, чтобы у молодежи появлялось желание их читать. Ну и вторая составляющая — это чтобы библиотека, во-первых, приобрела эти книги, а во-вторых, всячески популяризировала и донесла до читателей то, что эти книги есть в библиотеке раз, и то, что их надо читать, для того, чтобы быть патриотом, гражданином своей страны. Виктория Гапутина, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.